Здравствуйте, это видео-версия издания «Военное дело». В сегодняшнем новостном блоке я расскажу вам следующее. На вооружении ВКС России появится рой беспилотников. В России создают новый стратегический ракетный комплекс «Кедр». В Министерстве обороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией. Министерство обороны России изменило символ морской пехоты. В ВС США признали полный провал проекта истребителя-невидимки F-35. И пресс-служба Пашиняна признала ошибочность заявления о качестве российских «Искандеров». На вооружении ВКС России появится рой беспилотников. Компания «Кронштадт» занимается разработкой для российских воздушно-космических сил многоцелевого беспилотного комплекса «Молния», в состав которого будут включены летающие роем реактивные дроны. Беспилотники будут запускаться с самолета-носителя, например, истребителя Су-57, который сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до 8 комплексов. Отмечается, что задачами таких дронов станут прорыв противовоздушной обороны противника, введение совместно с пилотируемыми самолетами групповой радиоэлектронной борьбы, дроны также могут являться высокоточными управляемыми боеприпасами или разведчиками-целеуказателями. Форм-фактор беспилотников – крылатая ракета. При длине аппарата полтора метра его размах крыла составит 1,2 метра. Беспилотники будут оснащены системой «Стелс» и смогут развивать скорость до 700 км в час. В России создают новый стратегический ракетный комплекс «Кедр». К разработкам по созданию новейшего стратегического ракетного комплекса приступил ряд предприятий оборонной промышленности России. Новый комплекс уже получил название от разработчиков – «Кедр». Представитель оборонно-промышленного комплекса России проинформировал, что научные и исследовательские работы в рамках проекта «Кедр» направлены прежде всего на модернизацию стратегического вооружения. Причем ракетный комплекс «Кедр» относится к оружию нового поколения. Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, то тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая научно-исследовательская разработка, подчеркнул представитель ОПК России. Напомним, что в настоящее время на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Полным ходом ведутся работы по перевооружению на перспективные гиперзвуковые комплексы стационарного базирования «Авангард». В конце декабря прошлого года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявлял о скором выходе на летные испытания тяжелой ракеты «Сармат». В Министерстве обороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией. В Министерстве национальной обороны Китая заявили, что отношения между Китаем и Россией носят совершенно особый характер и не похожи на военные союзы других государств. Китайское оборонное ведомство высоко оценило уровень взаимодействия двух стран в военной сфере, назвав его важной опорой для сотрудничества между Россией и Китаем. При этом в Пекине заявили о готовности продолжить углублять военное партнерство с Москвой. В частности, в военном ведомстве предложили уделить особое внимание контактам между высокопоставленными чиновниками, военным учением, а также сотрудничеству в военно-технической сфере. Министерство обороны России изменило символ морской пехоты. Новый флаг и эмблема морской пехоты были утверждены военным ведомством России. В новом флаге для подразделений береговых войск военно-морского флота России появились цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах – красный и черный. Новый флаг и эмблема черных беретов претерпели изменения и разительно отличаются от предыдущей версии. Напомним, что ранее основой был Андреевский флаг – символ военно-морского флота России. В его центре размещался якорь, расположенный на черном фоне, и обрамленный красной каймой. Теперь в основе современного флага морских пехотинцев используется не Андреевский крест, а прямой Георгиевский. Он белого цвета и с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены в черный цвет с использованием трех красных полос – две по бокам и одна посередине. В пресс-релизе отмечается, что эти цвета символизируют принадлежность морской пехоты, которая носит черную форму не только к флоту России, но и в то же время к силам, действующим на суше. Поэтому, как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета. Якорь, расположенный в центре флага, остался без обрамления, на его фоне разместили новый символ – гранату образца 18-го столетия. ВВС США признали полный провал проекта истребителя-невидимки F-35. Разговоры о необходимости создания новых легких истребителей для ВВС США все более слышны в кулуарах американского военного ведомства. Эксперты предполагают, что это прозрачно намекает на негласное признание провала программы самолетов F-35 Lightning II. В публикации американского журнала отмечается, что по программе F-35 Lightning II напоминает двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111 «Ардворк», основными проблемами которого стали многофункциональность, значительно усложнившая конструкцию и ограничивающая возможности эксплуатации самолета. При этом фактическая стоимость самолета в пять раз превысила проектную. Обозреватели не исключают возможности выпуска нового истребителя и существенного ограничения производства F-35 Lightning II. Однако делается предположение, что и программа нового самолета может стать такой же неудачной, как и проект истребителя пятого поколения. Пресс-служба Пашиняна признала ошибочность заявления о качестве российских искандеров. Пресс-секретарь главы армянского Кабмина Манеги Варкян сделала заявление о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ему неправильно довели информацию, касающуюся использования российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе. Премьер Пашинян и президент России Владимир Путин во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление Пашиняна относительно применения Армении системы «Искандер» в Нагорном Карабахе. В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено, отметила Геваркян. По словам пресс-секретаря, заявление, сделанное ранее премьером Армении Пашиняна, не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. На этом пока все. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте «Военное дело». Продолжение следует... Продолжение следует...